Музыка Для проведения плановых профилактических работ на Ямбурском месторождении Остановили оборудование газового промысла номер 2 Расположенная на куполе Ситаманской залежи Эта установка была запущена в эксплуатацию самой первой Дав в сентябре 1986 года старт промышленной добычи газа в Ямбурге За все время здесь не зафиксировано ни единого сбоя Все благодаря надежности каждой единицы системы в отдельности Комплекса в целом и профилактическим работам, которые проводятся регулярно Ежегодно у нас происходит плановый ППР И соответственно это очень такой достаточно горячий напряженный период Помимо покрасочных работ, помимо переукладки плит У нас еще происходят ремонты технологического оборудования В зоне внимания прежде всего оборудование, которое в процессе нормальной работы Находится под большим давлением или напряжением Огромный парк трубопроводов Десятки, если не сотни километров кабелей Различные технологические емкости Настраивают системы приборов Их точность это альфа и омега работы ГП Снимаем уровни, отвозим на ревизию диафрагмы Отвозим приборы в метрологию на поверку Привозим, устанавливаем То есть работы хватает у всех служб На второй установке комплексной подготовки газа Ямбургского месторождения Побывал корреспондент Юрий Григо В Ямбурге прошли комплексные учения Они должны были подтвердить готовность общества Газпромдобычи Ямбург К действиям по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов на объектах месторождения К комиссию в неё вошли представители Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Ямалспаса и МЧС Интересовало всё От полноты и реалистичности разработанного плана до его воплощения От работы отдельных звеньев до согласованности действий всех участников мероприятия Данные учения очень полезны именно практические Так как позволяют отработать взаимодействие именно на практике всех отделов, органов управления А также аварийно-спасательных формирований вне зависимости от форм собственности И также, соответственно, хочется отметить актуальность данных учений Так как посёлок Ямбург находится на значительном удалении Поэтому действия персонала на местах должны быть здесь отточены до 100% В помещении возник пожар Просим вас, сохраняя спокойствие, выйти на улицу Основное место действия – база по хранению и реализации горюче-смазочных материалов, метанола и химикатов Здесь, по легенде, и произошёл разлив дизельного топлива с последующим возгоранием Прежде чем на место ЧП прибыли профессиональные аварийно-спасательные формирования К работе уже подключились сотрудники «Газпромдобычи Ямбург» Персонал и добровольные пожарные дружины УМТСК, связисты, медики, производственно-диспетчерская служба, транспортники, службы корпоративной защиты, управление по эксплуатации вахтовых посёлков Непосредственно борьбу с условным огнём ввели пожарные в Ямбургской части номер один Ничего тяжёлого, проводим тренировки постоянно, лично став пожарной охраны готовы к выполнению поставленных задач На сегодняшнем учении мы произвели охлаждение и тушение разлива нефтепродуктов, сейчас из дизельного топлива С поставленной задачей справились Схемы у нас отработаны со всеми службами жизнеобеспечения, филиалами общества «Газпромдобычи Ямбург» Локализацией и ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов также занимались профессионалы из пожарной охраны Специалисты отряда «Ларм» Они прибыли на месторождение из Нового Уренгоя В случае чрезвычайных ситуаций им приходится рисковать не меньше, чем огнеборцам Сами понимаете, загазованная зона, возможность возгорания, как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог Комплексное учение мы проводим в соответствии с федеральным законом Об охране окружающей среды и постановлении правительства по разливам нефтепродуктов Самое главное было показать и доказать достаточность сил и средств «Газпромдобычи Ямбург» И привлекаемых профессиональных спасательных формирований для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов в максимальном объеме Все службы с поставленными задачами справились и получили соответствующую оценку комиссии В целом учения прошли удовлетворительно, признаны успешными В ходе учения были даны рекомендации как по ликвидации разливов нефтепродуктов, так и по планированию учений Готовность «Газпромдобычи Ямбург» к действиям по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов на объектах месторождения подтверждена Команда из десяти фотографов, в числе которых победители всероссийских и международных конкурсов, за 12 дней преодолела более 400 километров горно-болотного бездорожья Местом сбора участников стал город Лабытнанги, оттуда они отправились на кордон Морозова на трех треколах Природный парк Ингелор, который переводится с Ненецкого как «Ледяное озеро», расположился в северной части Полярного Урала В год экологии его площадь была увеличена почти до 1 миллиона гектаров Сотрудники парка реализуют уникальный проект по восстановлению популяции ровесников мамонтов, овцебыков Ямальский питомник признан самым крупным в мире Сегодня здесь, в вольерном комплексе, более 100 особей мускусного быка, еще столько же на вольном выпасе А недавно стало известно, что в Ингелоре поселятся бизоны из Дании Животных уже доставили с Алихарт, скоро они присоединятся к ямальским овцебыкам Животные, которые раньше жили бок о бок с мамонтами во время ледникового периода Бизоны, овцебыки, мамонты Вот маленький такой плестоценовый парк, скажем так, наподобие нынешнего плестоценного парка Вот пытаемся здесь создать Поразило путешественников своей красотой самое глубокое и полноводное озеро Полярного Урала Большое Щучье Местами его глубина 163 метра Добраться сюда не так-то просто Либо по рекам, либо пешком Водоем расположен в труднодоступном месте, поэтому, чтобы увидеть его, потребуется немало сил Система озер Хадата-Йоган-Лор – одно из интереснейших мест Ямала Первозданные горные хребты, множество водопадов и сверкающие ледники по-настоящему удивили фотографов Незабываемый, но в то же время жуткие ощущения оставил и ураган Который внезапно налетел и чуть не снес палатки участников экспедиции За время своего путешествия участники также насладились красотой нефритовой долины Она получила свое название в честь крупного месторождения природного декоративного минерала Цвета этого камня могут быть от молочного до черного, но ямальские нефриты от чего-то зеленые За миллионы лет здесь сформировался уникальный микроклимат Сейчас наконец-таки россияне начинают открывать Сибирь Сибирь такую полноценную, то есть Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, Якутия и Ямал На Ямале, соответственно, это жемчужина, это ледяное озеро Ингелор Природный парк, где собрано все Все сразу Там есть и тундровая растительность, там есть и лесотундровая растительность Чистые горные реки, озера сумасшедшей красоты, не уступающие Швейцарии Местами даже похожи на норвежские фиорды Слов нету Ингелор поражает не только своим масштабом, но и биоразнообразием Например, на этих кадрах видно, как полярная крачка, защищая свое гнездо, атакует фотографа Вот так вот защищает свои гнезда крачки Еще одно чудо природы, которое попало в объективы фотокамеры экспедиции «Газпромдобычи Ямбург» Розовый снег Да-да, вам не послышалось Снег в горах на высоте 1100 метров имеет розоватый оттенок Часто это явление можно наблюдать в летнее время, когда температура воздуха поднимается чуть выше нуля По словам ученых, это хламидомонада снежная Именно так называется водоросль, которая придает снегу арбузный цвет и характерный запах Ингелор может по праву считаться достоянием ямальской земли Здесь сегодня полным ходом идет развитие экологического туризма Главная задача – сохранить природные комплексы в первозданном виде Места интересные, мы много сами теперь будем узнавать о том, как образовались те или иные озера Почему снег розовый? Почему были и исчезли овцы-быки? Вопросов появилось множество, будем искать на них ответы и рассказывать людям Итогом работы фотоэкспедиции станет фотоальбом о Полярном Урале Он продолжит серию «Заповедный Ямал» Проект реализуется совместно с правительством округа Алмаз Абдельмана, Дмитрий Шолохов, Денис Калинин, Данил Хусейнов и Андрей Снегирев Специально для ЯТВ Сегодня мы вместе с вами даем старт проекту Эти девчонки и мальчишки скоро отправятся на свою первую вахту – образовательную «Газпромдобыча Ямбург» дан старт новому экологическому проекту «Заповедный Ямал» птицы Арктики Его цель – сохранить популяции птиц на Тазовском полуострове Участники – работники нашего предприятия, педагоги и воспитанники образовательных учреждений Нового Оренгоя и Москвы Первый пункт программы – встреча с руководством компании и обзорная экскурсия Начальная точка – производственно-диспетчерская служба Здесь расположен Центр управления добычей газа В одном офисе собраны все данные со всех скважин даже и все эти схемы Мне достаточно тяжело в них разобраться, наверное, как и любому с первого взгляда Но то, что люди во всем этом разбираются, понимают, это очень впечатлило Юных экологов-исследователей знакомят и с амбициозным проектом компании Ледостойкой платформой «Каменомысская» Специалисты отдела перспективного развития рассказывают о планах освоения морских месторождений И о том, как уже сейчас ведется строительство морской платформы на нескольких судостроительных заводах страны Масштабы показывали диаграммы Это предприятие добывает больше всего газа во всей стране Это очень круто Впереди у ребят 10 незабываемых дней на Ямбурге Посещение производственных и социальных объектов вахтового поселка Разбивка полевого лагеря в Тундре Исследование орнитофауны Кольцевание сапсанов Изучение мест гнездования Ведь Ямбург любим не только мы, но и пернатые Каждый год они прилетают на месторождение из разных уголков земного шара, чтобы вывести потомство Когеограф впечатляет все Во-первых, север Во-вторых, мне очень радостно, что дети разделят какие-то темноты впечатления В-третьих, можно будет увидеть северный ледовитый океан Можно будет посмотреть, что такое тундра в полярный день Можно будет увидеть, как взаимодействует природа, как взаимодействует производственный комплекс Ямбург, мы едем! Ждут возвращения ребят на Мурингое, Дарья Демешко и Дмитрий Шолохов Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok